Привет, дорогие друзья! Ну что, полный развал и разброд. Так можно назвать это видео. Ну, в принципе, месяц назад, даже чуть больше, где-то плюс-минус месяц, я и рассказывал, что этим и закончится. Но у нас уверяют, что еще не закончилось. Курская еще, ой, вы еще увидите. Это только часть огромной спецоперации. Развал и разгром. Поэтому, несколько дней, Зеленский и Сырский, что самое интересное, рассказывают о том, что на Покровском направлении продвижение россиян полностью остановлено. То есть, россияне не продвигаются ни на один метр на Покровском направлении. Таким образом, они оправдывают, зачем нужно было отрывать солдат здесь, отправлять на чужую территорию, терять там этих солдат, получать двухсотых, трехсотых, терять технику, если у себя вот здесь вот такая проблема. И они говорят, видите, это было не зря. И все такие, видим, видим наш бог Зеленский. Но только вот в 47-й бригаде рассказывают нечто другое. Там опровергают эту историю. Говорят, что уже потеряно время, когда можно было отойти без больших потерь из окружения, которое явно наметилось в районе Красногоровки. И теперь, мол, нужно ожидать Авдеевского сценария. То есть, бегство, сломя голову, когда никто не знает, куда бегут, чтобы потеря соединений и так далее. Что сейчас уже хорошо отступить не получится. Может, и не сотни в плен попали, но даже Сырский признавал, что во время отступления из города россияне захватили украинских военнослужащих. А что вы хотели? Война, говорил Сырский. Даже Зеленский понял, что он поторопился. Помните, что я вначале говорил от этого курской аферы? Я говорил, когда они не получат желаемого, они выдадут полученное за то, что желали. Мол, типа, мы этого и хотели. И Зеленский в эфире телемарафона зарекся даже говорить раньше времени. Когда вот все стабилизируется, тогда и все. Только стабилизация почему-то не происходит. Что сейчас происходит на критических направлениях? На телемарафоне вы этого не услышите. Об этом не говорят. Об этом еще пока можно прочесть в телеграм-каналах. Это еще пока они их не запретили. Украинские источники признают потерю Водянова. Это означает, что скоро будет окружение Углидара и вероятное оставление города в связи с началом боев за Богоявленку, через которую Углидар получает снабжение. После чего вооруженные силы Российской Федерации начнут заходить в тыл уже городу Курахово. Это мощный оплот, который не позволяет им продвинуться к юго-западу от Донецка. Допустим, от Селидова россиян отбросили. Россияне неожиданно для себя прорвались слишком далеко. То, что я вам рассказывал уже в предыдущих видео. Когда прорыв происходит слишком далеко, нарушается что? Логистика. Правильно. И оперативно переброшенные из-под Углидара украинские резервы смогли успешно контратаковать. Только это не значит, что украинцы выиграли битву за город. Просто российские войска теперь будут обходить его с левого фланга, зачищая населенные пункты вокруг горняка, включая город Украинск. Пишут, что в этой местности попали в окружение бойцы, которые отходили из недавней оставленной Красногоровки. Если Селидова со временем возьмут в Клещи, ВСУ придется думать о том, отступать ли им в направлении Покровска, чтобы держать там оборону в надежде на стабилизацию ту самую. При этом в Клещах может оказаться и Курахово. Зависит от того, как будут развиваться боевые действия к югу и северу от города. В Торецке была захвачена исправительная колония номер 2, превращенная ВСУ в укрепрайон. Правда, в соседнем поселке Нью-Йорк была успешная контратака, в результате которой удалось деблокировать гарнизон фенольного завода. Правда, что было дальше, удалось ли ВСУ закрепиться на северной окраине Нью-Йорка, неведомо. Создается впечатление, что вот эти вот все наскоки делаются с одной целью, пиар-целью для того, чтобы порадовать американских, чуть не сказал хозяев, ну, кураторов. Никакого перелома в войне не произошло. Ожидание на ближайшие пару месяцев самое мрачное. Нью-Йорк Таймс, к примеру, соглашается с тем, что движение на Покровск застопорилось. Хотя это не так. Были сообщения и о наступлении на Лысовку, и об успехах россиян в Гродовке. Темпы наступления упали. Но это и не мудрено для человека, который хотя бы полгода читает сводки и понимает, что к чему. Это приближение к линиям обороны. Они не могли не упасть. Но то, что россияне отказались от своих приоритетов, ну, это выглядит бредом. Потому что это приоритет Путина. И Путин заявлял, что от главного приоритета войска оттягиваться не будут. Кстати, из этого материала мы узнаем, что под Покровск перевели танкистов из Бахмута. По всей видимости, этим объясняются недавние успехи россиян около Клещеевки. Эзе и Кономис, хотя тоже поверили, ну, если сделали вид, что поверили в остановку наступления под Покровском, указывают на общую сложность положения. 71-я бригада получила подкрепление в виде неопытной пехоты. И всего за три дня из сотни новобранцев никого не осталось. Или все убиты, или разбежались, а разбегаются они, попав под первый же обстрел. В 79-й бригаде говорят, что за 24-й они потеряли больше людей, чем за предыдущие полтора года войны. Дороги перерезают, эвакуация стала тяжелее. Логистику убирают как можно дальше от фронта. Таким образом, оружие на фронт едет дольше. Перебой с западными поставками снарядов, которые начались прошлой осенью, вынудили Киев использовать больше пехотинцев, чтобы остановить попытки прорыва. Это привело к потере огромного количества опытных солдат и к ужесточению мобилизации. Вы не могли не заметить, что последние видео о насильственной мобилизации с улиц Украины, но обязательно сопровождаются избиениями руками, ногами, забрасыванием в машину. То есть ТЦК на самом деле жестят. Они не могли бы так жестить, так жестить, без указания сверху. Это, конечно же, Зеленский. Поэтому каждая трусливая рожа, которая кричит ТЦК такие и такие, просто боится сказать, что это Зеленский такой-такой. Зато россияне, похоже, получили свежие резервы, имеют численное преимущество. Но что более важно, у них высокая скорость реагирования. Они моментально обнаруживают при помощи беспилотников объекты, моментально задействуют артиллерию. Это та большая проблема, которая была у русских. И в этом плане. В СУ их очень сильно опережали. Скорость принятия решения, все. У россиян это постепенно выравнивается, оно постепенно исправляется. На это украинская сторона заявляет. Вот вчера я, допустим, смотрел видео. Здесь даже неплохо было бы его вставить. Там рассказывают, что за период Покровского наступления россияне потеряли 140 тысяч. Они прошли 24 километра в сторону Покровска. Они потеряли больше 140 тысяч убитыми. Я уже не говорю про технику, там тоже цифры просто заоблачные. И вот этот бред пускают по телевидению. В частности, по запорожскому телевидению пускают это чужие, дичайшие. И рассказывают, что 140 тысяч погибло за период наступления. А вот у украинских бойцов мотивация, мол, намного выше. И с этим уже не соглашается западная пресса. Это большой звоночек. Если западная пресса не соглашается вот с этим эфемерным бредом, про то, что наши хлопцы, то значит уже проблемка. СНН посвятила репортаж дезертирству, самовольным оставлением частей, прочим формам неподчинения приказам. Все шесть командиров и офицеров, которых опросила СНН. А СНН, ну это просто, считайте, аффилированная к офису президента СМИ, да, хоть и западная. Тем не менее, даже они уже выдают это на гора. Все шесть командиров и офицеров сказали, что количество тех, кто убегает, намного выше, чем то, о чем мы знаем. Всего за первые четыре месяца возбудили уголовные дела против почти 19 тысяч солдат, которые покинули свои посты. Рассказывают о том, что они находятся на передовой до первого обстрела, а потом или же убегают, или просто тупо отказываются идти второй раз. И тогда дезертируют. Они просто бегут. Именно поэтому для тех, кто покинул часть впервые, скорее всего, смягчили закон на случай, если они все-таки вернутся. Ну, потому что, типа, первый раз возвращаешься, к тебе не применяется ответственность и все такое. Я слышал, конечно же, иное, что когда они возвращаются, ответственность по месту к ним применяется. А именно, их как раз-таки забрасывают туда на передок, мол, типа, лечение страхом, да. Но большинство-то не возвращается. А количество таких беглецов измеряется просто десятками, сотнями тысяч. В Украине говорят, что это верхушка айсберга. Называют цифры 80. Даже в 200 тысяч дезертиров. Это при том, что страну защищает только миллион человек. Целая армия беглецов. Поэтому ТЦК сейчас жестят. Добровольцев просто тупо нет. Проблемы с подчинением приказам появились уже еще очень давно. Тогда, когда появились проблемы с снарядами и со всем остальным. Тоже, видите, получается, тоже виноваты американские республиканцы. А на самом деле, вы помните, наверное, видео, которое я выложил на своем телеграм-канале, если вы подписаны, то по-любому помните, где там 5 человек, выслушников, и им говорят, так, вперед, туда, туда. Он говорит, нет, я уже не пойду, говорит. Я не пойду, потому что вот вчера выжил, сегодня выжил. Типа сегодня вы опять бросаете вот туда. Нет, пойдешь, и они все 5 там погибли в итоге. Они долго спорят, говорят, да ну его нафиг, возьми кого-то другого и все такое. Но в итоге идут и гибнут. Так вот, знаете, доступ к интернету уже есть у всех. Но некоторые посмотрели и перестали подчиняться приказам. Кроме дезертирства, есть проблемы с коммуникацией между подразделениями. Не только из-за того, что рэбы мешают работать дроном соседей. Были случаи, когда одни не раскрывали другим полную картину боя. Боясь, что их выставят в плохом свете. То есть подразделение отступает, но сообщает своим коллегам, что они все еще находятся там. Коллеги, исходя из этого, подставляются и погибает другое подразделение. Почему? Потому что первое подразделение не хотело докладывать об отступлении. Понимаете, ни шагу назад. Вспомнили и про Курщину. Инженеры, которых туда перебросили во время разговора, курили и пытались не заснуть. Первоначальные успехи их не особо вдохновляют. Вообще они очень удивляются, зачем их, не дав передохнуть, направили сражаться на территорию другой страны, пока на востоке бардак. Но это еще все цветочки, потому что как бы еще с Курщины не пришлось бежать, теряя все на своем пути. Блумберг заявляет, что европейские чиновники, западные чиновники, подчеркиваю, потому что в Европе это такое. Но в большинстве своем таки по-прежнему не понимают, нахрена нужно было туда идти, и за это Украина платит очень большую цену. Киев хочет использовать территории в качестве поменяться с Российской Федерацией. Но Российская Федерация не высказывает ни одного вообще слова, которое бы подтвердило то, что они собираются с кем-то меняться. Вообще откуда Зеленский это вообще выдумал? Вот мы будем там торговаться с этими территориями. Та Путину все равно. И Зеленского это кроет, поэтому он все больше и кричит. Он начинает прямо оскорблять Путина на всех этих пресс-конференциях. Оскорбляет там дед, там еще психованный, потому что он не защищает там Курщину, рассказывает и так далее. Что Путину важливейше захопить место, про которое он никогда не чувствовал в Украине. Просто потешить свои амбиции. Ниже захистить свои территории. Почему его так кроет? Потому что он рассчитывал, что Путин заберет с Донбасса и бросит на Курскую область. И вот теперь, когда не получилось, он поэтому и обзывается. А кто обзывается, сам так называется. Это означает, что ВСУ придется воевать на Курщине до тех пор, пока не будет какое-то дипломатическое решение. Некоторые неназванные официальные лица опасаются, что если вооруженные силы Российской Федерации контратакуют, то уже в ближайшие месяцы Киев откажется от плана по удержанию Курщины. И некоторые эксперты отмечают, что ВСУ почему-то не строят там укреплений. Создается впечатление, что они не намерены там долго задерживаться. А вот совсем плохо уже, что эксперты начинают связывать наступление на Курщину и раздумия Европы по поводу предоставления 50 миллиардов кредита. Ну там не только Европа, там и Штаты раздумывали. Получается, что это своего рода взятие в заложники что ли? Это взятие в заложники ради денег? Ну впрочем, даже если происходит жест доброй воли, что терять Зеленскому? Вот скажите, народ вот этот вот, которым он управляет, он там начнет что-то там возбухать или что? Многие сейчас из этого народа вспоминают о суперуспешной операции в Крынках. Вот уж. Я думаю, что это основная стратегия, это сейчас рассказывать о том, что благодаря Курской супергениальной мегаоперации враг остановлен и теперь он не идет на Покровское направление, что является ложью и бредом. Ну а чтобы не воняли и не вспоминали, можно запретить телеграмм. Хотя у Зеленского уверяю, что сейчас они себе заработали-зарабатывают очень сильную дипломатическую позицию, они себе закрыли путь к переговорам сейчас вовсе. И было неожиданно услышать, как канцлер ФРГ Шольц сказал, что хочет ускорить переход к мирному процессу и как можно быстрее выйти из военной ситуации. В частности, он желает видеть россиян на втором саммите мира. И Шольц уже собственный план подготовил, своего рода новый Минск. Он, как и китайский, не подразумевает полного вывода россиян с украинской территории. На это уже отреагировал Ермак, он не говорил в сторону Шольца конкретно. Он там написал, нитики там украинские, да ну в принципе можно относиться к этому по-разному. Они вон заявляли, что несмотря на то, что Азербайджан им говорит, не будет больше прокачивать, не будут больше прокачивать там газ. А оказалось, что будут. Брехунчики. Что случилось? Может быть на Шольца повлияли выборы на востоке Германии, на которых экстремисты, я кавычу, из числа противников войны, просто разнесли партии, которые входят в коалицию. Может быть он захотел прослыть все-таки пацифистом. И на закате своей карьеры решил что-то сделать, ну эдакое, может быть о мире. Вот допустим Эммануэль, понимаешь, он на закате своей карьеры решил наступать на Одессу. Чем еще раз подтвердил свое реноме определенного человека. А вот Шольц может быть решил вот так. А я думаю, что на самом деле все намного-намного прозаичнее. Потому что грядут еще выборы в Германии. И перед этими выборами он хочет показать себе, что на самом деле вы все вон то вот, вы не так поняли. На самом деле я хочу прекращения войны. Но это то же самое, если бы сейчас Буррелли избирали, он бы сказал, только мир. Это тот чувак, который говорит, что из фонда мира надо покупать снаряды. Поэтому он решил не отмахиваться публично и презрительно от мнения электората, как это делает Бербак. Уже выжившая, мне кажется, из ума совершенно. Но вот делает это так по-хитрому. Плюс он позволил себе еще и возмутиться бездельниками украинскими, которые не желают, находясь на территории Германии, работать. Чем тоже, конечно же, он подмахивает электорату, который он думает, что может быть поверит в том, что он изменился. И проголосует. На фоне всего этого Виктория Нулан совершает камин-аут. До недавних пор, благодаря другой болтливой голове, Арахами, мы узнали о том, что Борис Джонсон оказывается виновен, напрямую виновен в потере территории украинской. И в потере сотен тысяч жизней украинцев на поле боя. Именно Борис Джонсон сказал стамбульским договоренностям, стоп, давайте вперед, воюйте, крыса долбанная. И здесь появляется Нуланд, которая подтверждает, что украинские коллеги на стамбульских соглашениях решили посоветоваться просто уже под конец с англичанами и американцами. Англичане и американцы сказали, вам это невыгодно. Вам невыгодно это сокращение численности армии. Все, поэтому давайте воюйте дальше. Воюйте. Украинцы захотели проконсультироваться о том, к чему вообще все идет. По сути, таким образом Нуланд А подчеркивает, что им абсолютно все равно на жизни украинцев, а не просто Украина нужна для того, чтобы дестабилизировать российское подбрюшье. Второе, она дает колоссальные аргументы всем сторонникам войны до конца с российской стороны, потому что она показала, что Украину и украинцев она рассматривает просто как ЧВК, которые будут сражаться с Российской Федерацией. А что там дальше? Главное, нон-стоп, вперед, сражайтесь. Ну и друг большой Украины, сенатор Литцегрэм в очередной раз, теперь же в присутствии Зеленского, сказал, что Украина богата полезными ископаемыми, там триллионы долларов, и поэтому они нужны американской экономике. И поэтому он продолжит поддерживать Украину. Самое интересное, что он это сказал, прям похлопывая Зеленского, вот так, Зеленский, президент страны, ну пусть там номинальный президент, пусть уже бывший президент, потому что сейчас он не является президентом. И он стоит это слушает, не прерывая Литцегрэма, они говорят, что ты несешь? Стоп, стоп, стоп. Литцегрэм, стоп. What you say? На самом деле, вот это же просто позорище, позорище. При президенте он говорит о том, что им нужны просто вот эти полезные ископаемые. Как я в репостах читаю, американские братья пишут, ну вот это тот случай, когда и говорят, дайте дураку выговориться. Что теперь будет делать Зеленский? Рассматривается несколько вариантов, я рассказываю в частном канале, что мы сейчас ожидаем буквально со дня на день. Я думал, что дело в часах, что часы остались до, потому что в офисе президента было дано недвусмысленное распоряжение. И там как бы витает этот, эх, подготовки к чему-то, что это должно произойти вот-вот. Что это может быть? Еще один прорыв границы с Российской Федерацией, но это надо будет осуществить очень быстро. Во-первых, с задействованием каких-то подразделений, еще каких-то подразделений, учитывая бардак на Донецком, это вообще жесть. Плюс надо будет быстро-быстро окопаться, пока русские не среагируют. А теперь реагировать они будут быстрее для того, чтобы выбить. Ну и еще один вариант, это десант в Крым. Возможно ли десант в Крым? Да, возможно. Но сколь мало там укрепления, невозможно. Потому что и логистика будет морским путем. Ну и как бы, ну в общем, что то, что то, это будет в любом случае пиар-операция. Что-то из этого сейчас готовится. Некоторые рассматривают ситуацию на белорусской границе. Да, я тоже рассматриваю. 14 тысяч по заявлению белорусской страны скопилось у территории Беларуси. И инциденты случаются, когда столько стоят людей. 14 тысяч это не очень много. Называли цифру почти в 10 раз больше. Возможно, многих перебросили все-таки на Курскую область или куда-то еще. Даже 14 тысяч это не мало в сравнении с размерами белорусской армии. И смотрите, друзья, вы можете, конечно, сказать, что Крым, что он будет прыгать там на Беларусь. Но это же какая-то полностью бредовая идея. Да, бредовая идея. Но только не надо удивляться этой бредовости. Любая идея, рожденная в голове Зеленского, бредовая. Но это не значит, что он не будет ее пытаться осуществить. За некоторое время до вторжения в Курскую область, я вам напомню, на моем канале вышло видео «Киев готовится к наступлению». И я помню комментарии, которые писали там в Телеграме, в частном канале, что типа «Толя, ну это же бредово, ну какое наступление у них? Здесь проблема? Здесь проблема? Здесь?» Ну не может такого быть. Может. Для чего это нужно? Для того, чтобы... Вы поймите, ему надо сейчас что-то такое сделать. Это фокусники. Фокусники делают как? «Смотри, смотри, вот тут вот, отвлечь чем-то тут ярким, тут все». А другая рука делает что-то другое. Если убежать из Курской области, то надо это как-то оформить, чтобы все в это время смотрели в другое место, условно говоря. И что произойдет после вторжения там куда-то, я не знаю. Я не знаю, до чего он подумается. Могилев какой-то. Ну, на Западе скажут «О, как неожиданно!» А потом, конечно, через пару недель пожмут плечами и спросят «А нахрена это надо было?» Ну, а мы пока что наблюдаем. Но не воспринимайте все то, что происходит в голове Зеленского и в офисе президента, как то, чего он быть не может. Я уже доказал, что наступление таки произошло. И наступление плюс-минус туда, куда мы и думали. Ожидаем. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok